всем привет меня зовут антонов алексей вы находится на канале веселый наук сегодня в нашей рубрике зож продукты интересная тема можно ли пить коньяк для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний мы знаем что общество утверждает что употребление коньяка полезно малых дозах расширяет сосуды имеют ряд полезных метаболических эффектов на сердечно-сосудистую систему так ли это давайте обратим внимание на научные данные умеренное употребление алкоголя связано со снижением смертности от ашемической болезни сердца кардио протекторные эффекты алкогольных напитков частично связаны с содержанием в них полифенола что может быть связано с улучшением сосудорасширяющей реактивности артерий также было показано что умеренная доза этанола 0 5 грамм на килограмм веса и высокой дозы красного вина 1 грамм на килограмм вес увеличивает резерв коронарного кровотока но чистая водка и белое вино не имели такого эффекта влияние коньяка на коронарное кровообращение однако не оценивалась хотя многие пожилые пациенты с ишемической болезнью сердца обычно пьют коньяк для облегчения сердечных симптомов интересно получается что вино полезно в малых дозах для профилактики сосудистой системы а коньяк не до конца изучен и поэтому предлагаю посмотреть вот интересное исследование которое может нам прояснить и открыть глаза на этот напиток внимание на экран целью этого рандомизированно контролируемого исследования было определить улучшает ли коньяк употребленный в умеренных или высоких дозах коронарные вазодилаторные реакции у здоровых людей мы также изучили биодоступность антиоксидантов определив антиоксидантную способность плазмы испытуемые соблюдали ночное голодание им было рекомендовано избегать употребление кофеина в течение 12 часов и алкоголь в течение 36 часов перед исследованием между днями исследований прошло не менее одной недели соответственно испытуемым было предложено принять две возрастающие дозы коньяка умеренная доза коньяка 0 5 грамм этанола на килограмм веса и высокая соответственно 1 грамм на килограмм веса для исследования использовали напиток рэми мартин и суп и франция выводы мы определили влияние коньяка на реактивность коронарных артерий оказалось что коньяк не влияет на реактивность коронарных артерий у здоровых молодых людей но увеличит его антиоксидантную способность кроме того мы не обнаружили никакой связи между увеличением антиоксидантной способности плазмы и коронарной микроциркуляцией хочется вспомнить сразу слова великого актера поэтому и дорогой что полезный и мы с вами помним чем дороже тем эффект плацебо сильнее если вам фильм понравился ставьте лайк подписывайтесь на канал веселая наука всем пока и до новых встреч